приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про анонс якобы анонс нерфов самых имбовых там редких каких-то там танков и некоторых прокачиваемых в общем анонс нерфа имбовых десяток вначале три победителя по 500 золота из прошлого видео если вы играете на рубай регионе под этим видео пишите комментарии в конце оставляйте никнеймы если хотите участвовать в розыгрыше золота в этом видео я расскажу чисто свое мнение как игрок играя много практически каждый день всегда стримлю как мне весело в этой игре вы пожалуй видите и знаете я ничего видео не смотрел каких-то других блогеров чё там они на эту тему говорили не говорили мне абсолютно все равно у меня как у игрока есть свое мнение и я его сейчас расскажу итак во первых это там на вот экспресс где-то там что-то там написали официального ничего такого нет будет или не будет неизвестно вроде как wargaming на и у себя на супер тест добавил там какие-то правки нерфа 279 раннего чифтейна за гк 289 ранние которые за лбз главная награда ну и в 55 как самый сильный прокачиваемый танк 10 уровня я вот что-то там загуглил сколько танков всего в игре что-то там написано 700 чем-то вот у меня возникает вопрос объективный простой нормальный нерв трех танков 10 уровня имбовых не бог вообще не важно каких он чё игру улучшит это же просто песчинка в море я ожидаю что улучшение игры будет равен нулю просто ноль улучшений хоть они понерфят два танка хоть 3 хоть 5 хоть 10 танков 700 даже больше на мой взгляд на каждом уровне нужно самые слабые танки штук 10-15 апнуть и апнуть не просто что-то там задуматься что им надо что не надо самые сильные 5 10 танков можно понерфить и тогда я замечу что что-то в игре изменилось реально на мой лично взгляд вот адекватно я вот просто смотрю на это все и думаю среди 700 чем-то танков понерфят 3 это как плюнуть в море еще и против ветра но тебе вернется и все это первое второе этим нужно еще и заниматься постоянно вот если допустим как я предложил на каждом уровне самые слабые самые сильные изменить характеристики это тут же буквально в считанные дни нужно будет по горячим следам исправлять косяки самые большие которые могут возникнуть в балансе плюс через время нужно будет опять посмотреть что там с балансом и опять циферки посовывать поэтому видимо либо этим вообще не лучше не заниматься как у нас и происходит в игре либо постоянно следующий вопрос будут ли люди недовольны конечно всегда люди недовольны когда нерфят их любимый танк буду ли недоволен я у меня все эти танки есть мне абсолютно по фигу понерфят и хапнут во мне вообще все равно по двум следующим причинам первое у меня нет любимых танков в этой игре потому что я перестал этим заниматься когда мои любимые танки несколько моих самых любимых танков понерфили и я задумался зачем мне вообще в статус любимого танка возводить какой-то танк молиться на него а потом он превращается в тыкву и я просто потом недовольный я решил расширить свой ангар наставить в него кучу танков понерфили какой-то танк но он отправляется покрываться пылью какой-то танк сейчас в мете он хороший я на играю на нем разработчики давно вот 13 лет практически этим занимаются делают игру абсолютно несбалансированную везде где только можно и тем самым подталкивают тебя бегать от ветки к ветке от танка к танку шевелиться по игре я решил что я шевелиться не буду я просто сделал себе такой аккаунт где все есть зачем мне что-то там бегать я просто в любой момент могу выбрать любой танк у меня на основном аккаунте по сравнению с пресс аккаунтом всего лишь пару танков не хватает то есть у меня практически есть все мне все равно вообще мне все прокачано а вот те люди которые находятся на том этапе когда они еще возводят в статус любимого танка какой-то там танчик они будут очень недовольны могут даже сыгры ливнуть конечно же это будет еще одна капля которая переполнит чашу поэтому будут люди конечно же и более негативно настроенные чем я к этим всем нерфом и следующее почему я не негативно к этому отношусь к этим нерфом какие-то там имп трех двух четырех вообще все равно сколько потому что в эту игру заходишь и можно буквально с одного боя наиграться на весь день вперед а то и на два потому что проблем столько много что пусть уже хоть за что-нибудь берутся хотя бы уже за три танка хотя вот это песчинка в море хоть что-нибудь пусть поделают там уже хуже не будет я уже не знаю заходишь в эти бои две минуты шик все закончилось в игре столько много проблем для тех у кого эти танки любимы да это будет большой негатив но в целом по игре это просто в общении ничего не улучшит огромные проблемы с балансировщиком он постоянно собирает одинаковые повторные бои на одном и том же респе ему все равно бронированная пт-шка или бумажная он собирает в одну команду одни одинаковые танки в другую другие баланса танков вообще нет никакого никогда и не было я даже честно говоря не жду что он будет я уже давно перестал в этой игре что-то ждать а зачем если это никогда не происходило как можно собрать нормальный бой когда у тебя просто такие танки половина калеки половина супер имба но и посередине там тоже что-то есть плюс еще балансировщик такой глупый как он в принципе может собрать бой адекватный это невозможно оно так настроено что невозможно собрать бой который будет нормальный еще я отталкиваюсь от того что карты они все переделаны вот в hd когда переводили они все коридорные все карты сделаны так что они сгоняют игроков в одну каналу коридорную и они там за две минуты быстро расстреливают друг друга голдой специальными снарядами и бой заканчивается очень быстро все вся игра так сделано огромное количество механик на ускорение боя оборудование 20 специальные снаряды за серебро полевая модернизация то везде есть ускорение чтобы твой танчик ехал быстрее в эту канаву и убился еще быстрее чем он бы доехал без этого и есть еще замечательная механика оглушения чтобы не дай бог ты начал тащить в конце боя в команде в которой мало танков осталось нет оглушение тебя до души так что ты ничего не затащишь и эта механика не работает на сдерживание турбобоев она работает на сдерживание камбэка тебя вот твоя команда проигрывает все в ней все плохо она не дает тебе развернуться разъехаться как-то продохнуть тебя просто она задушит тебе все все механики направлены на ускорение ни одной камбэк механики чтобы проигравшая команда как-то начала что-то играть карты настолько примитивно коридорные что даже вот blitz карты лучше или как там сейчас этот танк blitz я не знаю как там сейчас на телефоне называется эта игра она тоже вроде переименовалась там карты просто вот много рельефов холмистых которые близко друг другу соединены и ты можешь и подъезжать к врагу и отъезжать объезжать переезжать ты можешь маневрировать по карте в мире танков с коридорными картами которые вроде бы большие но играбельно там две канавы дай бог ты просто в эту канаву летишь иногда пытаешься занять какую-то опасную позицию не всегда до нее можешь доехать а если занял ты там либо всех нагнул либо сразу подох и там быстро все убиваются за две минуты и оттуда не въехать не объехать не отъехать это просто тупые канавы очень опасные которые тяжело играть даже если у тебя скил есть внимание вопрос вот в этом всем нерв трех имбовых танков 45 и даже допустим вот пусть нерв пяти имбовых танков на одном десятом уровне вот это анонсировали да игра улучшится вот ответьте мне в комментариях неужели игра улучшится если плюнуть в море я еще молчу за интерфейс я молчу за то что все мероприятия акции так далее они похожи на просто дополнительные ежедневные задания за кучки мусора в которых не интересно участвовать и что я слышу от разработчиков на каких-то стримах что вечно некогда заниматься игрой 13 лет дословно они конечно говорят не так но я в своей больной голове почему-то слышу такие слова точнее из сказанного разработчиками я вот так вот понимаю все поэтому мне настолько насрать на этот нерв но я надеюсь что вы не тот человек у которого эти танки которые может быть понерфят любимые потому что в этой игре иметь любимый танк ну это такое занятие временное пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво всем удачи пока пока пока